Городская жизнь заставляет оренбуржцев регулярно перемещаться в процессе дня. Как минимум, утром люди спешат на работу, а вечером домой. И многие для этого выбирают общественный транспорт. И сколько бы ни приходилось ждать автобус, это хочется делать с комфортом. Комфорт планируется обеспечить с помощью современных остановок, монтаж которых недавно начат в городе. Всего в Оренбурге будет установлено 58 новых пунктов ожидания общественного транспорта. 11 каркасов уже находятся на своих местах. На новой остановке есть информационное панно. Сейчас оно пустое, но скоро его заполнят. Также здесь будет дисплей. Он сейчас завешан картоном, но на нем будет актуальная информация по температуре, по времени текущему. Лавка модернизирована вот такими стальными дугами. Судя по всему, это для того, чтобы здесь не ночевали бездомные. Но насколько это эффективно, это спорный вопрос. Здесь еще не установлены стеклянные панели. Одна будет небольшая здесь, и другая прямо по ходу скамьи сзади. Создается ощущение, что в нашем степном ветреном климате на такой открытой остановке может быть прохладно. Работы по обустройству новых остановок еще не закончены, но мнения жителей уже разделились. У кого-то вопросы конструкции, другие считают, что для объективной оценки нужно попользоваться новшествами какое-то время. Проветривается вся остановка, проветривает не по нашему климату. Я еще не успела понять, какие плюсы, какие минусы. Но в целом выглядит современно, все, что могу сказать. Ну, не знаю, но с одной стороны еще пока не достроено. Ну и, как бы сказать, стекла, в общем-то, вандализм у нас все-таки присутствует. Могут разбить легко уязвимые. Стекла бы поменьше, потому что люди всякие бывают. Ну, либо охранять их как-то. Даже не знаю, я еще внутри там не стояла. Помимо умных остановок, в городе можно найти станции и других типов. Остановка на Степана Разина постарше. Здесь урна, стеклянные панели. Это, кстати, даже не стекло, это больше похоже на какой-то пластик, на первый взгляд. Широкая скамейка, большая, со спинкой, удобная. Здесь нет защитных дуг, как на новых. Сидеть достаточно удобно, она большая. И из плюсов вот эта стенка, она больше, чем на новой остановке. И можно через нее смотреть, когда автобус подъезжает. Это достаточно удобно. Здесь больше защиты от ветра и защиты от влаги. Потому что крыша со скатом сделана. И, ну, то есть на ней ничего не будет задерживаться. Но по эстетике она, конечно, проседает. Остановки необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Это стоит определенных трат. Так, на ремонт умных остановок Южного округа Оренбурга планируется потратить около 850 тысяч рублей. Предлагается провести демонтаж разбитых стекол и смонтировать новые, утилизировав отходы. На старых остановках в этом нет необходимости, поскольку отсутствуют сами стекла. Это уже достаточно старые остановки, подобного типа строения я видел в Оренбурге еще с десятых годов. Они сделаны из профлиста и металлического каркаса. Все очень простенько. Одна лавка, она без спинки, довольно низкая. Между крышей и стенками есть просветы. Она условно может защитить от дождя, если он не будет косым. И сохранить какую-то тень. Из главных минусов стенка, которая идет по движению, точнее против движения транспорта, она непрозрачная. И заметить автобус можно будет только в последний момент. Это не очень удобно. Мне закрытые лучше. Там и лавок больше было, и вообще удобно. Сейчас в Оренбурге продолжается модернизация пунктов остановки общественного транспорта. Именно поэтому мы можем встретить и хай-тек-остановки, и застекленные, и даже вот такие, состоящие из профлиста. Все дело в том, что процесс еще не закончен. А какие из них лучше, покажет время. Артем Вербицкий, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Артем Вербицкий, Олег Берендеев.